Во второй половине 30-х годов Европа стремительно скатывалась к новой войне. Германия и Италия были недовольны итогами Парижской и Вашингтонской конференций. Советский Союз также оказался за рамками этих соглашений о послевоенных границах. Гитлер, пришедший к власти в Германии, взял курс на пересмотр существующих границ. В марте 1935 года по результатам плебисцита была присоединена Саарская область. В 1936 году германские вооруженные силы заняли Рейнскую демилитаризованную зону. Своего рода репетицией будущей мировой войны стала Гражданская война в Испании, в которой одержал верх генерал Франко, поддерживаемый Германией и Италией. В марте 1938 года Гитлер произвел аншлюз присоединения Австрии под предлогом объединения всех немцев. В сентябре 1938 года по Мюнхенскому договору Германия отторгла от Чехословакии Судетскую область и другие пограничные районы. Тешинскую область на севере заняла Польша. Ряд территорий на юге Чехословакии был передан союзнику Германии – Венгрии. Политика умиротворения, проводимая западными державами, придала уверенности агрессору. И в марте 1939 года Гитлер захватил всю Чехословакию. Страна была разделена на протекторат Чехии и Моравии, вошедшие в состав Германии, и марионеточное государство Словакию. Закарпатская Украина была захвачена Венгрией. Тогда же, в марте 1939 года, Германия отобрала у Литвы Клайпетскую область. В апреле 1939 года Италия захватила Албанию. Уже в 1940 году Германия и Италия заставили Румынию передать Венгрии территорию Трансильвании.